Сегодня мы добавляем еще одну опцию к нашим сервисным центрам, сервисным центрам МВС Украины, которые пришли на смену славнозвестным державным автоинспекциям. Я думаю, что еще не все граждане Украины, но большинство уже почувствовали разницу между сервисом и обращением в открываемых новых сервисных центрах и сравниваемых со старыми МРЭО ГАИ. И сегодня еще одна опция. 20 автомобилей сегодня разъезжаются по всей стране в мобильные сервисные центры, каждый из которых сможет быть в маленьких сельских горных районах или в маленьких городах, где отсутствуют стационарные подразделения сервисных центров, и там мы можем оказать сервис. Наша философия, что каждый гражданин Украины, где бы он ни жил, в маленьком городе или в большом, должен получить один единый сервис. Кроме того, продолжаем добавлять и шлифовать сервисы, которые будут надавать сервисные центры в будущем, начиная от всевозможных справок и кончая функции регистрации дополнительного, например, охотничьего оружия. И, к сожалению, мы не можем сразу везде все переоборудовать и сделать, потому что изменения по новой системе связаны с обучением, подготовкой персонала, с изменением программного обеспечения и так дальше. Поэтому 50 центров – это как минимум программа для криклея его команды на этот год. И я думаю, что это реформа, которая завершится очень быстро, и каждый из вас почувствует разницу. Это специализированный транспортный засёб, специально облаштованый сзовно, веконцем здесь, чтобы можно было обслуживаться гражданином компьютерным обладнанием, под цифровый подпись. Такое самое второе место мобильное – это наши принтеры, паки облаштованные. Все специально крепится таким образом, чтобы в период транспортации не возникало никаких проблем. А также есть генератор, дизель-генератор, чтобы можно было давать струм для работы всей техники. И также есть возможность, вариант работы, разгортания мобильного сервисного центра на базе каких-то стационарных помещений. Если нам громада надает такие помещения, то мы можем не только с колес, как вы видите, тут укомплектованно, но и разгорнуть на базе стационарных помещений.